Так, картошка кипит. Так, еще есть. У меня время, значит, я занимаюсь, ребята, чисткой селедки. Ласа, убери лапы. Мы берем селедочку и будем ее чистить. Набираем срачи. Немножко. Будем чистить. Селедку. Хоть бы она была не сильно соленая. Я одну была. Я не хочу селедку под шубой большую делать. Для небольшой селедки под шубой с головой хватает. Пахнет хорошо. Так. Что? Хотите мастер-класс? По разделыванию селедки, слабонервным не смотреть, мы идем рассматривать разделку селедки. Кто не любит рыбу, закрыли глазки. Ребята, тихо, спокойно. Все будет хорошо. Отрезаем хвост. Чмяк. Есть. Вот тут есть отверстие. Сюда засовываем конец ножа. И вперед, вот так вот вверх. Потянули, потянули, потянули. Разрезали. Вот все, отогнули плавничок. Чик. Голову отрубали. Есть. Убираем внутренности. Вот это вот молоки. Они нам нужны. Они пойдут у нас в салат. Оп. Есть. Все лишнее. Одним движением руки убираем. Если вам противно, одеваем перчаточки, девочки. Или пакетик на ручку. На крайний случай. Есть такие люди, понимаете, что не любят рыбу, не переносят. Их тошнит от рыбы. Они от запаха, не от вида. Ну, вид, запах. Не могут переносить. И это действительно такое есть. Вот представьте. Вышла девка замуж, называется. А муж любит рыбу. Или селедку под шубой. Сейчас Новый год. И ей надо готовить. Понимаете? Нет, есть такие, которые пойдут и купят в ресторане. Дальше. Берем тот же нож. Вот тут есть спинка. Видите, какая она толстенькая, красивая. Прямо посрединке. Мы вот так вот ножичком чик-чик-чик. Минуя плавник. Вот тут вот плавничок. А мы возле него дальше прорезаем. Вот так вот чик-чик-чик. Должен быть острый нож, которым приятно работать. Все, надрезали. Не сильно глубоко. Дальше я начинаю. Можно отсюда с края начинать. Но я убираю сразу. Вот так вот берем пальчиком. Плавничок приподнимаем. И вот так вот пальчик ведем, ведем, ведем. Оп. Видите? Вот она шкурочка. Вот она. Мы ее держим. Держим и так вот раз. Раз. Вот где-то надорвалось. Ничего страшного. Опять тут взяли. Потянули. Все. Кожуры у нас нет. С этой стороны уже с краю я начинаю. Оп. Тянем. Она очень хорошо снимается. Просто легким движением руки. Все. Есть. Дальше что мы делаем? Кладем вот так вот пальчиком по хребту. Разок прошлись. Вот мы чувствуем хребет. Почувствовали, девочки? Почувствовали хребет? Оп. Все. И вдоль хребта мы надавливаем пальчиками. О, что-то жестко идет. Вот так вот надавливаем. А тут тянем. Тут надавили, тут потянули. Тут надавили, вот мы их чувствуем. Вот они, косточки. Мы их как бы надавливаем на них. Тут потянули. Надавили, потянули. Вот это прям такая жесткая. Немножко с трудом идет. Обычно как-то разного засола. Разной плотности рыба. Так, одна есть. Сейчас мы это все почистим. Теперь это. Точно так же. Есть еще другой способ. Но я ему уже не покажу, потому что селедка одна. Было бы две, я бы вам еще другой способ показала. Есть тоже прикольный. Совершенно другой. Но тоже интересный. Как-нибудь покажу. Вот здесь пальчиком одним помогаем, тут тянем. Тут помогаем, тут тянем. Помогаем и тянем. Так, все. Теперь мы убираем вот здесь вот косточки, которые остались возле ребрышек. И одновременно убираем вот эту вот черную пленочку. Ну, максимально, насколько можно. Иногда хорошо она убирается, иногда нехорошо. Так, потом что мы делаем? Вот все у нас, видите, часть живота. Тут находятся мелкие костяшки. Мы вот так вот берем и эту лишнюю штуку убираем. И ее просто съедаем. Я шучу. Можно не есть. Кто не хочет. Так, все. Вот здесь вот прошлись, прошлись. Здесь, где может где-то какой-то торчун, девочки, надо убрать. Прошлись ручками. Вот здесь вот косточки бывают остаются. Вот они, видите? И раз ножичек, вот они их видно на ноже, видите? Оп. Оп. И мы их убрали. Есть еще, я же говорю, второй способ. Как-нибудь вам обязательно покажу. Но я почему-то, вот это мой любимый, я люблю копаться в рыбе. А есть способ, что вообще практически ни одной косточки не остается. Но я почему-то люблю именно этот. Люблю ковыряться, понимаете, вот это вот. Грязи. Так, есть. Теперь этот точно так же. Точно так же. Вот где брюшко у нас. Убрали. Вот здесь тоже плавничок такой вот. Мы его убрали. Убираем лишние кости. Вот и все у нас селедка. Я ее слаживаю в контейнер. Селедку под шубой я буду делать завтра. Все салаты на Новый год, новогодний, я делаю только 31 числа. Ребята, сейчас вы смотрите в блог за 30 число. У меня мама делает уже сегодня селедку под шубой, то есть 30 числа, что она должна пропитаться. Я так никогда не делаю. Я именно в тот день, когда кушаю. То есть с утра первым делом я просыпаюсь и первый мой салат, который я готовлю, неважно какой праздник, Новый год, день рождения, первый салат, который у меня готовится, это селедка под шубой. Если он у меня в меню есть, то он первый. Действительно, селедке под шубой нужно немножко пропитаться. Не скажу, что это прямо торт, что он нуждается в такой пропитке. Так как в селедке под шубой там достаточно майонеза, каждый слой промазан майонезом. Там сильно такое слово пропитка не совсем, наверное, уместное здесь. Так, все. А нет, вот здесь еще, да? Нет, все. Косточек нет. Готово. Теперь это все помыть нужно. Вот, поэтому селедку под шубой я делаю утречком, ставлю в холодильник и все. Так, вот это кое-что я пообъедаю, это грех выбрасывать. Теперь я беру контейнер, ну, естественно, чтобы не было запаха в холодильнике. Сейчас у меня крышка упала. Складываем сюда. Оп. Оп. И вот эти штучки тоже. Накрываем крышечкой и завтра утречка мы достаем. Все. Отлично. Идеально. Отлично. Продолжение следует...